Моисей Валерьевич Моисеев Шестиметровый телескоп БТА Результаты ПУГО вне галактической астрономии Иди выступающий Да, дело в том, что просто изменили расписание Там Багров не приехал Да, извините, пожалуйста Сейчас я его сюда Да, и не спросите Пригласили меня сюда выступать Мне очень понравилось на прошлом фестивале И поэтому я хочу продолжить разговор о том Какие работы у нас ведутся на шестиметровом телескопе Дело в том, что вообще с шестиметровым телескопом российским Такая немножко странная ситуация Очень многие люди в стране знают, что он есть Особенно старшего поколения Говорят, вспоминают Но в основном вспоминают и знают о том Что вот это был большой телескоп И очень долго тяжелое зеркало Везли куда-то на Кавказ Когда речь идет о том, что собственно на нем сделано В общем-то об этом знают в основном только профессионалы И то в общем не в очень широких кругах Что часто порождает в общем разные институции В том числе насчет того, что вообще там телескоп стоит Погоды нет и вообще ничего не делается Поэтому в общем-то я решил рассказать немножко о том Что у нас делается, скажем так Мне сделали такой попури некоторых результатов за последние годы Так, а вот я буду сейчас в той же ситуации Куда двигать? Так, я жму О, прекрасно работает Вот, поэтому я сделал несколько попури результатов Получив зону в области видеогалактической астрономии Дело в том, что сам я занимаюсь изучением галактик Я наблюдатель на БТА На Большом телескопе Азимутальном И поэтому в общем-то эта тема мне ближе К тому же, если у звездников есть инструменты в стране и меньших Меньшего класса, меньшего диаметра При этом достаточно продуктивные То в общем-то во внегалактической астрономии БТА является одним из основных поставщиков данных В российском, в российской оптической астрономии Немножко напомню о конструкции телескопа Так, куда меня все-таки А вот, вижу Значит, у нас, как это У нас шестиметровое главное зеркало Схема такая классическая, еще ньютоновская Потому что советская промышленность Зная о системах речи кретин Все-таки гипербольшую асферику сделать не могла Поэтому зеркало параболическое И наблюдение у нас проводится в первичном фокусе И в фокусах Несмита Телескоп, как известно, тоже во многих популярных книгах пишут Это являлся революционным с точки зрения механики Когда стало понятно, что большие телескопы надо возвращать на Надо возвращать на альтазимутальную монтировку Иначе, в общем-то, нам не разобраться с этим Будут сильные гнутия в системе И он был первым в этом плане Но есть некоторые отличия от современных, скажем так Альтазимутальных телескопов После быта вообще все крупные телескопы стали альтазимутальными Даже не то не обязательно крупные Вот даже вот Гаишевские 2,5 метра Сейчас он тоже такой же альтазимут Особенность в том, что у нас наблюдение У нас нету Кассегреновского фокуса Наблюдаем мы либо в первичном фокусе На жаргоне это стакан Вот этот вот черный цилиндр Где у нас стоят различные сменные аппаратуры Фотометры, спектрометры низкого разрешения И, собственно, как раз гигалактические наблюдения проводятся в основном вот здесь Потому что в фокусах Несмита Куда свет перебрасывается гипербол из торца стакана И вот сюда вот в бок Тут достаточно низкая светосила Один к тридцати Фокус сто восемьдесят метров В общем-то там масштаб одна секунда на миллиметр Так что, в общем-то, для звездных задач годится Для внегалактики это слишком Слишком низкая светосила Здесь у нас Вот в этой ноге, кто не был А кто был, тот знает Здесь лифт ходит, здесь четыре этажа И вот из петрографа низкого, высокого разрешения звезд Они занимают здесь несколько этажей И вот даже вот из названий перечисленной аппаратуры И из того факта, что у нас толстое зеркало Без адаптивной, без системы адаптации, даже медленной Без активной оптики Среднее качество изображений Там медианный синк около полутора секунд Это все приводит к тому, что БТА используется прежде всего как спектральный прибор То есть картинок мы на нем снимаем мало На меньшем телескопе, стоящем в лучших условиях Или с системой адаптивной оптики Это можно сделать красивее и интереснее Но в то же время Большая площадь зеркала Большая даже по нынешним временам Большая площадь поверхности Собираем много фотонов И уже с ними, скажем так, детально работаем Но это, кстати говоря, и причина того, что Не так много известных громких научных результатов Популярных, потому что спектры всегда сложнее популяризовать Нежели, значит, красивую картинку Пойдемте потихоньку дальше И вот уже с начала века Основные результаты по внегалактической струме Получаются с помощью семейства приборов Их у нас две штуки Вот Скорпио, а с 2010 года работают Скорпио-2 Это уже прибор следующего поколения Это такие называемые универсальные спектрографы-фотометры Это фокальный редуктор, он немножко увеличивает нашу светосилу И позволяет работать сразу в нескольких режимах То есть вот Скорпио-1, это наш еще первый опыт Запущенный в 2000 году Меняя положение колес с фильтрами Меняя дисперсионные элементы в калимированном пучке Можно сразу вот такой вот компактный небольшой прибор Переставить в различные режимы Вот тут, собственно, как раз примеры их и приведены Получение изображения, вот тут вот галактика в поле 6 минут В общем-то более-менее нормально смотрится Быстрым переходом сразу ставим щель спектрографа Получаем длинный щелевой спектр Один из моих любимых методов Это наблюдение со сканирующей терферографа Результаты я буду показывать Это такие вот достаточно сложные терферограммы Вот здесь пример приведен Наблюдение в узком спектральном диапазоне Они позволяют в каждой точке вот этого 6-минутного поля Получить небольшой спектр комиссионной линии Получается в итоге десятки тысяч спектров По которым можно восстанавливать много интересной информации О том, как, скажем, двигается ионизованный газ В галактике или туманности Бесщелевой режим Вот когда мы щель выводим А снимаем спектр звезды И надо бывает понятно 16 самобегающих щелей в поле Можно выбрать 16 объектов Каждый отнять отдельный спектр И режим спектрополяриметры О нем я тоже буду говорить отдельно Поскольку поляризационные наблюдения С одной стороны они достаточно сложные С другой стороны там Новый канал информации Они достаточно интересные Как уже говорил сейчас у нас Основная рабочая лошадка Это Скорпио-2 Это все то же самое, как на предыдущем слайде Только значительно больше фильтров, решеток 36 позиций для различных элементов Что очень-то позволяет Очень гибко работать дистанционно Само собой На телескопе мы непосредственно не наблюдаем Мы управляем всей системой Из института располагаемого под горой Это 16 км вниз по серпантину То есть петрограф просто подключается Скажем так К сети Ethernet И значит дистанционно работает И вот такая вот многорежимная Многорежимная система Прибора Вы можете сразу Из изображения Снимали картинки Потом снимаете спектры Она вообще нам очень помогает Потому что Как многие тоже знают У нас не очень-то Стабильные атмосферные условия В условиях Северного Кавказа А вообще-то здесь вы можете Быстро выбирать Какой режим наблюдения вам нужен Какую программу лучше наблюдать В зависимости от качества изображений И все это приводит к тому Что вот эти приборы Занимают больше половины Наблюдательного времени на телескопе То есть почти любой результат То есть большая часть результатов Получаемых с 6-метрового телескопа Это вот результаты Получаемые с нашими приборами Scorpio Scorpio 2 И вот уже потихоньку Переходя к результатам Я хочу сказать Что вообще говоря О результатах БТА На них можно наткнуться Достаточно легко Просто не все знают Что результаты БТА Вот просто берем Google Набираем слово Гравитационная линза Можно по-английски Можно по-русски Можно зайти в Вегипедию Что в английском Что в русском Первая же картинка Которая выпадает Уже сейчас знаменитая Гравитационная линза Космическая подкова Это объект Который был открыт На 6-метровом телескопе Вернее обнаружен Кандидат был В слановском обзоре неба А дальнейшие наблюдения Проводились уже у нас На БТА Поставив длинную щель Через вот эту вот Странную конструкцию Из центральной красной галактики Какого-то кольца Мы обнаружили Что центральная галактика Это Эллиптическая галактика Очень массивная Вот А кольцо Это разодранное Ну не разодранное Скажем Это сильно искаженное Влиянием гравитационного Линзирования Вот такая вот Более далекая Зетка Красное смещение 2,5 Спиральная галактика С идущим звездообразованием Причем Эта гравитационная линза Оказалось Очень такой Интересный По своим Характеристикам Очень сильное усиление Яркости Около 30 раз Усиливается свет От такой галактики Дело в том Что вот такие Даже несмотря на то Что довольно Умеренное красное смещение Мы очень мало знаем О том Как выглядят Обычные галактики На таких расстояниях Мы видим в основном Как какие-нибудь Монстров Там Квазары Галактики С очень мощным Звездообразованием Такое спокойное Население Но вот нам не хватает Просто света Даже в небольших Даже в больших Телескопах А вот исследуя Уже в том числе И вот эту вот линзу Сейчас уже В общем-то Работают Изучают Скажем там Химсостав Звездного населения В галактиках На Z2,5 И так далее Были работать Но вот эти вот У нас была целая серия Таких работ Который Двигал Кембриджский Ныне кембриджский Астроном Вася Белокуров Они выбирали Кандидата В Славановском обзоре А БТА Благодаря тому Что телескоп Достаточно большой Для спектральных наблюдений Он снимал спектры Отождествляли Гравитационные линзы Определяли красные смещения То есть здесь вот важно Не обязательно Даже идти на Самые рекордно далекие Изучать Самые далекие объекты Мы знаем Сейчас уже есть Там известные галактики Там Z6 Z7 А правильно выбирать Какие-то интересные Объекты Может быть Чуть более близко Вселенной Используя данные Другие диапазоны Вот здесь примеры Слева Это Примеры спектров Из так называемой Программы Большое Трио Большое Трио Включало три телескопа Наш радиотелескоп Ротан 600 На котором происходил Предварительный отбор Далеких радиоисточников Радиотелескоп ВЛА В Соединенных Штатах И наш 6-метровый телескоп На котором уже Определялись расстояния До этих далеких радиоисточников Вот у вас тут будет дискуссия С участием Олега Верходанова Это он как раз один был Из участников Активных этих работ И в частности Вот была обнаружена Одна из самых мощных И далеких радиогалактик Обще известных В том числе и поныне Несмотря на то, что Красное смещение Опять-таки Нерекордное Радиоизлучение Радиоизлучение Очень мощное Радиоизлучение Преподигулярных Полевому диску Дело в том, что у вас Была уже очень массивная Эта черная дыра Не очень понятно Как такие объекты Образовать В раннюю эпоху Вселенной Потому что вам уже нужно Там Там Десятые Да То есть Где-то уже Десятки Десяток миллиардов Солнечных масс Собрать в компактную область Это в общем-то В современной космологии До сих пор Остается проблемой И вот Нижний рисунок Это пример Такого же рода Непонятно почему Очень активные Сверхмассивные Черные дыры Еще даже на Большем красном смещении Квазар На Z-пятерка Который был Обнаружен нашими Коллегами Института космических Исследований Они Ищут такие Кандидаты По их Рентгеновскому Излучению Потом мы Измеряем Красное смещение Вот здесь Вот видна линия Лайман-альфа Которая нам По которой можно Определить Как далеко у нас Находится Данный квазар И когда мы Знаем расстояние Знаем мощность Излучения Мы можем получить Что действительно У него получаются Очень-очень высокие Светимости Которые могут Объясниться Исключительно Высокой массой Центральных Черных дыр А слева Тоже один Сверху Тоже один Из рекордсменов Только немножко Другого рода Это очень Большой Радиоисточник Вот Изображение В Радиоконтинууме Показывают Такими контурами В центре Галактика Которая Вроде как Является Центром Из которого Вот эти Частицы Ускоренные Релятивистки Выходят И создают Вот это вот Излучение Мы как Измерили расстояние До этой галактики По спектру И тут оказалось Что Если взять Известное расстояние И размер Видео углового источника Что Этот радиоисточник Размером 4 мегапарсека Это вот Есть такое семейство Рекордно больших Райкак На жаргоне Они называют Радиоуши Таких вот этих ушей Которые В общем-то Наблюдаются Но не очень До сих пор Понятно Почему Они такие большие Потому что Разумные физические Механизмы Ускорения Элективических частиц Они говорят о том Что частицы Должны уже устать Улетаем Такие большие расстояния Они все уже Должны излучить Тем не менее Такие объекты У нас во вселенной Наблюдаются Напомню что До туманности Андромеды У нас там Меньше 1 мегапарсека А тут вот Из галактики Бьет вот Такая вот струя Которая идет На расстоянии До 5 андромед Подходя к Немножко более близким Активным галактическим ядрам Как я и говорил Я расскажу немножко О поляризационном излучении Дело в том Что когда мы смотрим На так называемую Центральную машину Активного галактического ядра То что находится В центрах квазаров В самом центре Сверхмассивная черная дыра Окруженная Газовыми облаками Активным диском Снаружи Таким полевым диском То оказывается Что Если мы будем смотреть Как выглядит Как выглядит свет У нас Который мы здесь наблюдаем Он оказывается поляризованным Почему? Потому что Часть света Мы видим просто От полевых И газовых частиц Которые находятся Вокруг Вот этого вот Монстра Освещающего нам В определенном направлении Межзвездную среду А определенный направлений Создается именно тем Что у нас там есть Джетов Вдоль которых Идет выброс Вещества И еще нам Вот этот вот самый Полевой диск Тоже создает Такую Как говорим Климацию То есть Вот светит Такой прожектор Один вверх Другой вниз И если мы смотрим На такой вот Прожектор То изучая Вот это рассеяние На пыле Можно понять Как вообще Выглядит центральная часть Просто потому что Такое вот зеркало Которое у нас Вынесено И мы на него И мы смотрим На массивную черную дыру Со стороны Чем это хорошо? Дело в том Что такие исследования Дают возможность Предложить новый метод Он был предложен В работе Виталий Афанасьевой С сербом Лукой Поповичем Измерить Массу черной дыры Потому что Как вы наверное знаете Есть Несколько методов Вот сейчас Измерения Масс черных дыр Но они все Ядра галактики Но все они К сожалению В той или иной степени Косвенные Потому что Мы очень Большим трудом Видим Как именно Движется вещество Во внутренней части Там где Собственно Тяготение Этой черной дыры Является Превалирующим Над тяготением Всей галактики И здесь Оказалось Что действительно Если мы наблюдаем Поляризованный свет То мы наблюдаем Пыльное зеркало В котором Мы видим С разных сторон Двигающееся Вещество Которое Вращается Прямо близко Подходя Даже к горизонту События черной дыры А мы видим Как свет от него Отразился Где-то На более внешних Областях Да мы можем Измерить массу В чем проблема Таких наблюдений Вот скажем Сверх у нас нарисован Спец распределения Энергии Вот для этой галактики Маркариан 6 Тут виден Яркий континуум Яркие эмиссионные линии Связаны с тем Что ионизованный газ Там излучает Линии широкие Потому что Движения облаков Достаточно быстрые Мы Скажем Ну получили мы Скажем Там 100 тысяч Или там Миллион Отчетов Миллион фотоэлектронов В наших наблюдениях От Возмерения Это очень хорошо Это очень большой сигнал Шум Тысяча формально Там корень Корень из этого числа Но поляризация Это идет на уровне Нескольких процентов А значит В поляризованном свете Мы получаем Там всего Там тысячу фотонов И вот видно Что в поляризованном свете Шумы значительно больше И чтобы добиться Каких-то значимых эффектов Вот просто нужен Большой телескоп Нужно собрать Много фотонов Нужно собрать Много света И в общем-то Мы этим занимаемся И в общем-то Как показывают Вот этот результат Достаточно успешно Ага А ну это вот Как раз Просто картинка Показывающая то Что измерение масс Черных дыр Тем и другим методом Проходили достаточно уверенно Внизу это метод По эхокартированию Когда изучают Переменность активных Галактических ядер А по вертикальной оси Это как раз Вот измерение масс С помощью вот этого метода И очень показывает Хороший согласие И в перспективе Можно измерять И другие галактики Об этой работе Об изучении Облаков газа Около затухающих Ятер галактик Я рассказывал В прошлом году Немножко Поэтому сейчас Только быстро пробегусь Напомню что Идея в том Что не так давно Прямо лет 10 назад В 2000 году Был обнаружен объект Ой Который назывался Объект типа Хания Это такая вот Газовая туманность Рядом вроде с обычной Ничем не примечательной Спиральной галактикой Причем Изучение Излучения этой туманности Показывало Что оно Что эта туманность Ионизованная Вот этим центральным Квазаром Ионизованным Излучением Активного ядра И предположение Которое сейчас Вроде как Оправдывается Это то что Взаимодействующая Галактика В свое время С приливным взаимодействием Вырвала Газовые облака Из диска Основной галактики Образовался Так называемый Приливной хвост Из-за того Что в галактике Взаимодействию Перераспределяется Вещество Начинается Складываться Хорошие условия Для того чтобы Эта же вещество Часть вещества Шла наоборот Сериала Угловой момент И шла К центральной Сформативной Черной дыре Загорается Вот этот самый У нас квазар Вот этот прожектор Который нам Ионизующий прожектор Ионизует газ Вот здесь Все хорошо Мы видим Ионизованную туманность А через некоторое время Поступление Вещества К черной дыре Прекращается Ну Условия не сложились Все что могла Чтобы все что было Вокруг съела Остальное вращается По орбитам Не падает вниз Квазар затух Его мы уже не видим Близко Его мы уже не видим Но из-за того Что расстояние К наблюдателю Разное От ядра И от этой туманности Мы еще пока Просто вот свет Еще идет Скорость света Конечная Мы видим пока Как излучает туманность А зная Геометрию системы Как что расположено Относительно наблюдателя Можно понять Как давно И как долго Работало Вот это активное ядро То есть сейчас есть В общем-то Им подкрепленные Многими Наблюдателями Доказательств С точки зрения О том Что почти любая Сверхмассивная Черная дыра В центре галактики Может быть активной Может превратиться Ну такой мини квазар Хотя бы Но для этого Нужны определенные Условия И нужно понять Как долго Это может продолжаться Вот эти работы Позволяют это понять И ниже Это картинки Похожих объектов В нашей работе Основанной на данных Космического Телескопа имени Хаббла Вот эти самые Онизованные структуры Снимаются на Хаббле В зелененьком цветом Космический Онизованный газ Вот этой Подсвеченный Центральным ядром Которое уже затухает Яркость которого Уже не так велика Но мы пока еще Видим такое Онизованное эхо Вдалеке А на 6-метровом телескопе Мы можем изучать В деталях Как выглядит Ионизованный газ На больших расстояниях От центра Вот картинка Слева вверху Это картинка Ислановского обзора Неба Там где волонтеры Проекта Зоопарк Галактик Обнаружили Голубые облачка Возможно связанные С ионизованным газом Снизу картинка С Хаббла Которая показывает Что да Газ есть Излучает именно В линии Ионизованного кислорода А справа Это то что Получаем на 6-метровом телескопе Не такое конечно Высокое хорошее Разрешение Как на Хаббле Пространственное Зато с помощью Сканирующего Терферометра Фабри Перо Мы можем Получать маленькие Спетрики в каждой точке И в каждой точке Измерить скорость Вот эта цветная картинка Слео Центральная Это так называемое Поле лучевых скоростей Здесь каждая точка Соответствует тому Как Облако газа Двигается Относительно нас Некоторые Двигаются Относительно центра Они как-то одни двигаются С красным смещением Другие с синим То есть мы видим Лучевые скорости Можем еще понять Как себя ведет Как себя ведет газ В этой галактике В частности понятно Что это именно Не выброс газа Из ядра А именно этот газ Просто вот спокойный Двигающий по круговым орбитам Подсвеченный Подсвеченный Центральным квазаром А вот пример Как вообще происходит У таких объектов Совершенно свеженький Потому что Некоторое время На форуме проекта Зоопаргалактик Самом проекте Я в прошлом году Рассказывал Это вот место Где Сотни тысяч волонтеров Из разных стран Я думаю Сидящих в зале Кто-то этим тоже занимает Занимаются классификацией Галактик Смотрят на изображение Пытаются найти Что-то интересное И вот Один из таких волонтеров Обнаружил Что вот Просто на изображении Обзор из ДСС Видна какая-то галактика Как раз Размещение неизвестно А рядом слабенький Такой вот голубой лучик Видите Да Вот даже еле-еле Здесь видно Заподозрили Что это как раз Такое вот Облако Ионизованного газа Мои американские коллеги Сообщили как раз В феврале Об этом У меня удачно Шли наблюдения На шестиметровом телескопе Причем в таких вот Не очень хороших Погодных условиях Просто поскольку Галактика яркая Попробовали поставить щель Спектрографы Сюда вот В этом положении Сняли спектр И сразу Увидели такие вот Яркие вот эти вот Особенности Вот они у меня здесь Зелененьким показаны Это ионизованный кислород Линия ионизованного кислорода То есть это самый Ионизованный газ Причем на очень больших Расстояниях От галактики Не только вот В этом вот Маленьком синеньком Фрагментике Но и чуть подальше Это вот было там У нас 3 февраля Этого года Сразу поскольку У Вилли Макилла Который у нас Курирует эту программу Подает И запрашивает Время на 6-метровом телескопе Это профессор из Алабамы У него планируется Наблюдение в конце февраля Мы ставим Мы уже знаем Красное смещение галактики Мы устанавливаем Интерферометр Фабри Перо И получаем вот такую Картинку В ионизованном кислороде То есть Вместо вот одного Маленького Вот этого синенького Кусочка Который вроде как Здесь только еле-еле видится Оказалось что Как Билдер рассказал Что это вот Просто был Значит Только кусочек айсберга Который здесь есть На самом деле Оказалось что Здесь на 25 килопарсек Ионизованный газ Раскидан Ядро оказалось активным И вот такая вот Ионизованная структура Была обнаружена И Как Приятное дополнение Это то что Мы еще измеряем Лучевые скорости И сейчас пытаемся Как раз понять Как именно газ Этот падал на галактику Почему Почему произошла ионизация И как давно это происходило Чуть более спокойные объекты Чуть более близкие галактики Одна из тех задач Где 6-метровый телескоп Тоже себя хорошо показывает Это задача изучения Движения звезд В других галактиках Понятно что мы измеряем Не движение отдельных звезд Мы просто ставим щель спектрографа Видим суммарный спектр Звездного населения И можем определить Какие-то его характеристики Среднюю скорость Средний разброс скоростей В частности Измеряя таким образом Вот здесь вот показана Показана эллиптическая галактика НГЦ 1550 Можно поставив Щель спектрографа Измерить Скорости И вот этот самый Разброс скоростей Дисперсию скоростей В каждой точке А из этих параметров Из формул звездной динамики Определить массу галактики В том числе сказать Насколько вот Много здесь темной материи Вот Многие знают Что одни из первых Предположения существования Темной материи В галактике Были сделаны На основе Кривых вращений Но вот в спиральных галактиках Там у нас Есть диск Там все вращается Более-менее в одной плоскости И мы можем строить Эту самую кривую Кривую вращение В эллиптических галактиках Хаотические орбиты Но мы можем По разбросу скоростей Звезд понять Какая масса И тоже сделать вывод О наличии темной материи Но важно то Что для эллиптических галактик Есть еще альтернативный метод Измерения Массы Массы в них заключенных Это наблюдение В рентгеновском диапазоне Вот слева Эта же галактика Показана Как она Из космического телескопа Чандра выглядит Дело в том Что здесь много Горячего рентгеновского газа Ну рентгеновский газ Это газ Который Горячее Одного Иногда даже Десяти миллионов Кельвинов Горячий разреженный газ Который Как бы вот Висит В гравитационном потенциале Галактики Причем Масса там Самого газа Достаточно большая Из рентгеновского наблюдения Можем измерить температуру Предположив Что у нас Все такое Гидростатичное Что просто Вот у нас Горячий газ Который находится В потенциале Какой-то массы Мы можем измерить Эту массу Там достаточно простые Формулы Близкие к тому Что делается Для земной атмосферы Несмотря на то Что температуры высокие Но вопрос о том Насколько Такие Вот Такой метод Действительно пригоден Потому что Мы не очень уверены В том Что вся эта гидростатика Будет работать И оказалось Она работает То есть То что мы проверили То что мы измерили По рентгену Прекрасно совпадает С тем Что измеряется По звездам А для чего это важно Дело в том Что Ну вот Дескак раз откладывалось Но вроде как В следующем году Наконец-то летит Российско-немецкая Космическая обсерватория Ой-ой-ой Космическая обсерватория Спета рентген гамма Которая обещает Нам например Увидеть Все скопления галактик Ну то есть То что она не видит Там на этих Космическая обсерватория Уже скопления не должно быть Она обещает увидеть Огромное количество Вот таких групп галактик Эллиптических галактик Мы хотим мерить по ним массу Будем мерить это По рентгеновскому излучению И должны быть уверены в том Что мы не ошибемся Вот Сравнение с оптическими данными Да Показывает Что в общем-то Надежда есть Работать можно А вот как раз Кадр Который иллюстрирует Как происходит Вот этот вот анализ Звездного населения Наблюдение С 6-метрового телескопа Сверху спектр Эллиптической галактики Где у нас хороший сигнал Снизу где он очень слабенький Красненькая Это так называемый Модельный спектр Дело в том что По лучу зрения Мы конечно видим Спектр миллионов звезд Вот справа показаны Примеры спектров Звезд Ранных спектральных классов Там внизу Внизу это О Потом Эй Жид Вот вверху У нас уже Красные М и К Карлики Мы видим сумму всего этого Но используя соответствующие Компьютерные методы Можно понять Как много у нас звезд Тех или иных классов И свести всю задачу К тому что Мы по такому вот Наблюдаемому спектру Определяем Некоторые средние характеристики Средний возраст Звездной системы То есть как много там Молодых Как много старых звезд Металличность Ну знаете Наверное тут же Рассказывали что Астрономы вообще Металлами называют Все что тяжелее гелия То есть вот Кислород это металличность Там вот Кислород одна из Любимых металличностей Потому что его Удобно измерять В газовых туманностях Железо к счастью Тоже металличность В общем это параметр металличность Который тоже Связан с тем Как долго у нас Происходило Образование звезд в галактике Ну и разумеется Вот скорости Которых я говорил И Достаточно Это в общем-то Важное измерение Которое позволяет нам Сказать о том Как же будут жить Как будет жить Как жила галактика До этого Как она будет жить дальше И вот собственно Спектра Которая показала Относится вот к этой галактике Как раз вот на прошлом Астрофесте Я обещал Меня не спрашивали в вопросах Как это сказать подробнее Потому что Объект Хога Знают очень многие Вот тут картинка Из серии Наследие Хаббла Причем очень интересная история Он очень известен Известен среди специалистов По кольцевым галактикам Тем что Немножко выпадает Из общего ряда представлений Как выглядят кольцевые галактики То есть здесь Обычно кольцевая галактика Это некое резонансное образование В диске А здесь диска нет Здесь Центральная эллиптическая галактика Окружен таким вот голубым кольцом Кстати не маленьким У него диаметр Около 40 килопарсек То есть Наша галактика Скажем солнце Оно было бы где-то Вот внутри вот этого черного Промежутка И вообще-то Совершенно не очень понятно Как оно образовалось И как ни странно Было очень мало наблюдательных данных И эта картинка Вот Хабблом Была снята просто Чтобы был красивый постер То есть мы были первыми Кто там через 8 лет После ее публикации Попробовал использовать данные Из архива Для научных исследований Ну понятно Что картинки нам Просто не хватало И мы измерили скорости Измерили скорости В центре для звезд Вот здесь каждая точка Это когда же было измерение скоростей Снаружи для газа Оказалось что Вроде все вращается В одной плоскости Но диска таки все-таки нету В центре эллиптическая галактика То что там есть вращение Не должно нас смущать Хаотички скорости Там все равно выше Вот А кольцо плоское Ровное Можно определить там Массу по кривой вращения И Вот как раз По спектру звездного населения Уже можно было сделать вывод О том Что Там у нас Только молодые звезды В центре достаточно старые И С нашими коллегами из Израиля Которые заказывали Время на 6-м Телескопе И Дефинкельманом И Нооброшем Мы сделали предположение Как образовались такие объекты Потому что их действительно мало Это редкий случай Когда большая Достаточно большая эллиптическая галактика Потихоньку собирала на себя вещество Ничего почти вокруг не осталось Кроме одного Большого газового филамента Которые Вот это облако газа Потихоньку закрутилось На них там На нее накручивалось На больших расстояниях В течение нескольких миллиардов лет И где-то 5 миллиардов лет назад Наконец-то Масса в этом кольце Набралась такой большой Что началось Звездообразование Которое мы видим до сих пор Чем это интересно Дело в том Что По согласию современным Космологическим концепциям Образования галактик Они набирают Газовое вещество Вот как раз Из таких вот Протяженных филаментов Вот здесь картинка Показана модельная Из симуляций Жжет несколько таких вот Газовых хвостов Вот это Как называемое Холодное окрец Поскольку газ не нагревается До очень высоких температур Он так спокойно падает И набирается Вот темные Галы темной материи Которые уже есть в центре Но потихоньку собирается Масса Образуются галактики И спиральные И эллиптические Вроде это должно Происходить везде Но следов этого процесса Найти очень сложно А вот здесь Благодаря уникальным условиям Мы видим вот остаток Вот этого вот Процесса общего Для формирования Остальных галактик Ну вот мы пытались Потом на телескопе В Вестерборке Радиоастрономическом Вот он здесь показан На линии 21 сантиметр Искать излучение Нейтрального водорода Нашли вот И в самом кольце Ну тут просто Телескоп он С довольно грубым разрешением Поэтому видите Кольцо такое квадратное Получилось Вот эти вот Из-за фото Это нейтральный водород Вот И вроде мы вот По краям На расстояниях Уже там В десятки Даже до сотни килопарсек От центральной галактики Видим остатки Каких-то вот Газовых облаков На этих же красных смещениях Которые мы предполагаем Являются остатки Вот этого реликтового филамента Из которого образовалось кольцо Ну правда Это конечно Немножко спорное Вопрос Но тем не менее В общем-то результат интересный Вот еще один пример Галактики Из того же самого Хаббл Эритейш Который тоже был снят Потому что Это красивая галактика Уже явно Кольцо Со слабыми спиралями Находится в диске НЖЦ 7742 И тоже В общем-то Мы были первыми Кто изучил Движение Деталях Вещества В этой галактике И это оказалось Очень интересным Потому что Вот справа Показано Поле лучевых скоростей Вот у нас Такой вот Вращающийся Классический картин Для вращающего диска Одна сторона Немножко синенькая Другая красненькая Потому что Несмотря на то Что диск кажется Почти точно Плошмя Он под небольшим углом И мы видим разницу Наблюдателя В лучевых скоростях Но оказалось Что когда мы взяли Данные с телескопа Вильяма Гершеля Где похожая картинка Строилась для звезд Видно Что там Где в газе Красная В звездах Синяя И наоборот Там где в звездах Синяя В газе Где в газе Синяя Там в звездах Красная Что это означает Это означает Что и газ И звезды Находятся в одной Плоскости Но при этом Вращаются в разные Стороны Система достаточно Необычна Но в принципе Это может Образовать Она может образоваться Из-за того что Жила была себе Галактика Потихоньку В ней шло Звездообразование Газ выработало Остались только Старые звезды Она захватывает На нее падает Богатая газом Каликовая галактика Если при падении Оказалось что Направление вращения Такого что Галактика Каликова упала Против вращения Основной галактики То вот это вещество Газ который От компаньона Так сказать Съели Он выпадает В диск основной галактики Вращается в другую Сторону чем звезды Катастрофы не происходят Звездная система Бестолкновительная И в этом вот Газе начинают Образовываться звезды Они ионизуют газ И вот яркие Оба звезды Нам создают Вот такую вот Ионизацию Которую мы уже видим На картинке При этом Возможны ситуации Когда Мы похожую картину Видим В более позднем этапе Ну вот Сверху показан Как раз Близкая По структуре галактика Тоже линзовидная галактика В которую В которой мы поставили Через петрограф И увидели Что газ И звезды Вращаются В разных направлениях Относительно По скоростям Но при этом Лежат в одной плоскости Но Что будет дальше Дальше газ Идет на образование звезд И через некоторое время У нас в галактике Будет два звездных диска Лежащих в одной плоскости Один вращается так Как вращался начальный А другой В противоположном направлении Так как Упал на него газовый диск Упало газовое вещество И вот это сейчас Вот у нас вот коллеги Вот из Московского университета Это Успешно Раскручивают такие вещи В смысле Разбирают по спектрам Получаемые Шестиметрового телескопа И как вращаются Эти два звездных диска Вот здесь вот разными цветами Показывают уже не газы звезды А именно вот Черный это то Что звездный диск Который был А красный А вот такой фиолетовый Это то что образовалось При этом удается определить И возраст звезд Оказывается что конечно Те которые Образовались сейчас Они действительно образовались сейчас Они помоложе В общем это все сейчас Удается достаточно Уверенно считать Используя спектры Достаточно хорошего качества Я сразу не сказал У меня для пытливого Слушателя На каждом кадре Написаны фамилии авторов Извините часто латиницы Поскольку в основном Публиковались В иностранных журналах Поэтому при желании Которые детали Всегда можно легко найти Погуглив И вот В завершении Немножко вот этой Рассказа о том Как газ Захватывается Галактиками Такая вот картинка Немножко фееричная Это вот как раз Единственное Из неопубликованного Того что я показываю Это результаты Нашего поиска Ионизованного газа В линзовидных галактиках Разные Здесь смешаны вместе И скорости Которые дают нам цвет И яркости В линиях кислорода И азота Которые дают нам Собственно вот Интенсивность И вот во многих Таких галактиках Были такие диски Обнаружены Что необычно Поскольку По определению Линзовидной галактики Галактики Газа почти нету Но я об этом Детально говорить не буду Потому что Ольга Косяна Силечка Написала целую книжку О том Как эволюционируют галактики Вот Завтра должна представлять Кажется да Вот И она будет об этом Рассказывать И в том числе Когда вы будете читать Книжку Силечка И там будет сказано Я и мои коллеги Что-то измерили Мы что-то сделали Это даже если не сказано Явно Это все что сделано На 6 метровом телескопе Ольга Косяна Очень давно И много Наблюдает Разными методами у нас И действительно Получила Очень интересные результаты В том числе Немножко меняющие Общее представление Об эволюции галактики Но это такой спойлер Об этом Она будет сама рассказывать И она в общем-то Я думаю Сделает это прекрасно Вот Еще такое дополнение Проблемы Взаимодействия галактик Острономы давно знали Что Вот около Туманности Андромеда Месье 31 Есть спутник М32 Ну вот Многие из вас Я думаю Большинство Наверное Вы видели В телескоп Своими глазами И когда Стали смотреть Вот Характеристики Этой М32 Вроде как Небольшая Эллиптическая галактика И тут оказывается Что По соотношению Того Как Какой размер ядра Как быстро падает Профиль Я Как быстро падает Яркость от центра Эта галактика Отличается от обычных Эллиптических С одной стороны Слишком маленькая С другой Слишком компактная Мы знаем Калликовые Эллиптические Галактики Названы Сфероидальные Они такие Рыхленькие А вот Эта М32 Она Отличается От всех Ради нее Даже придумали Специальный Класс Компактные Эллиптические Галактики И потом Потихоньку Начали находить Еще примеры Вот таких Компактных Галактик И Большую роль Здесь были Принесли Здесь работы Игоря Челлингаряна На нашем телескопе Который Выбрав Из По вот этим Из разных Фотометрических Данных Из доступных Архивов Изображений Кандидатов Такие Компактные Галактики Дальше Проводил Наблюдение Их У нас На БТА Спектральных В том числе Вот с этими Сложными методами Разбираясь Какой Возраст Какая Динамика Звезд В таких Галактиках И оказалось Что Класс Расширяется Что таких Компактных Галактик Достаточно Много И Так А что Она у меня Не работает Так Мне бы Переключить Дальше И это Что-то Не остановилось Опа Обратно Идет Эх Тут у вас Батарейки Похожи Потихоньку Либо я не туда Его направляю Во Пришло И Оказалось Что эти Галактики Это в общем-то Не совсем Галактики А вот Как у нас Сказал Когда Игорь Представлял У нас Дотовскую Диссертацию В САУ Игорь Дмитриевич Караченцев Назвал их Абодранцами Это Обычные Себе Нормальные Спиральные Галактики С балджем И диском Которые К сожалению Слишком близко Приблизились К более массивному Компаньону И в результате Последовательных Гравитационных Взаимодействий Они лишились Всего Кроме Своего Ядра Которое Вот так Уплотнилось Стало Таким Компактным И теперь Похоже На эллиптическую Галактику И вот Как раз Игорь С коллегами Они потом Еще и Моделировали Этот процесс Вот тут Показано Как вот Меняется Форма Вот этими Контурами Вот этой Несчастной Спиральной Галактики Которая Подобралась К массивному Компаньону И в общем-то Результаты Моделирования Более-менее Согласуются С тем Что мы Наблюдаем То есть Действительно Вот эти Компактные Галактики В том числе М32 Это остаток Небольшой Спиральной Системы Которая Вот так Вот ободралась В результате Взаимодействия С галактикой Туманной Сандеромеды Вот как раз Я уже упоминал Работы Игорь Дмитриевич Караченцева Нашего Выдающегося Астронома Кстати До сих пор Кажется Это единственный Из российских Астрономов Который Сам То есть Под свою Фамилию Под свои Проекты Получал Время На телескопе Имени Хаббла Причем Ограничений Никаких Нет Желающие Могут Туда Любые Подавать Но Свои заявки Но конкурс Очень серьезный Вот Игорь Дмитриевич Его Неоднократно Выигрывал Его группа Добилась В общем-то Таких впечатляющих По изучению Назоваемой Местной Вселенной Галактики Скажем так В пределах 10 мегапарсек Сейчас Они продолжают Дальше Там до 40 мегапарсек В частности На нашем телескопе Они проводили Это БТА Такое вот Массовое Ашальфа Картирование То есть Получение Картинок В линии Ионизованного Водорода Ашальфа Близких Каликов Галактик Вот Есть как пример Таких изображений Приведены Беленькие Это у нас Изображения С звездным Континууми Красненькое Это у нас Сказал Ионизованный Водород И вот у нас Видно Что В некоторых случаях Отдельные Такие области Возвездообразования В некоторых случаях Достаточно сложной структуры Про галактику Справа Я еще отдельно Скажу Вот А чем хороша Линия Ашальфа Измерив Как у вас Распределена Линия Ашальфа По галактике Измерив Сколько фотонов Приходит От этой линии Вы можете Сразу сказать Как много Звезд у вас Образуется В данный момент Времени В галактике Ну практически В данный момент Потому что В таких Объектах У нас Ионизация Газа Происходит В счет того Что там находятся Молодые звезды Оба звезды Мы знаем Сколько фотонов От них пришло Чтобы создать Такую картинку Такую красивую Туманность Значит мы знаем Сколько у нас Оба звезд Знаем Сколько массивных звезд Можем посчитать Сколько всех остальных И таким образом Они провели Такое Картирование Темпов Современного Звездообразования В близких Галактиках В том числе Определили Темп звездообразования В местной вселенной Видите Тут Две сотых Массы в год На мегапарсек Кубический Цифра звучит Странно Но это Важный параметр Для сравнения С всякими Космологическими Моделями Потому что Когда вы делаете Компьютерную Симуляцию Вы в любой момент Времени Знаете Сколько у вас Там в этом Модельной Мегапарсеке Чего Чего Звездообразовалась А Реально Мы это Пока Измеряем Уверенно Только В нашей Местной Вселенной В частности Так же Тут Было Подружить Такую Интересную Галактику ЖС-44-60 Вот В фойе Продаются Футболки С Галактики М-82 Написано Что это М-81 Известная Большой Медведица Галактика Назовная Взрывающаяся Где газ Выбрасывается Над плоскостью Вот это Такой Небольшой Аналог Поменьше Наверное В смысле Энергетики Там Звездообразование Ниже Вот это МТФ-82 В центральном Килопарсеке Вот он Здесь у нас В диске Идет Так настолько Мощное Звездообразование Что под действием Взрывов Сверхновых Их здесь Много Газ Просто Выбрасывается Над плоскостью Почему Над плоскостью Потому что Здесь у нас Плотность Ниже Ну легко Туда уходя Образовываются Такие вот Адер Поскольку энергетика Низкая А вот такие вот Конусообразные Как называют Конусы Галактического Ветра В частности Вот для этой Галактики Нам Которая была Обнаружена Штиметровом Телескопе То есть Галактика Была известна Не была известна Вот эта туманность Удалось Потом в деталях У нас Измерить Лучевые скорости Вот они Слева Показаны С нашим Любимым Интерферометром Фабри Перо Построить Модель Этого Конуса Измерить Стечения Достаточно Скромный По галактическим Меркам В пределах 80 км В секунду То есть Газ потом Вернется На плоскость Галактики После того Как он Оттуда Выбросился И вот я уже Потихоньку Заканчивая Я подхожу Ближе к нам Ближе К нашей Галактике Близкие Калийковой Галактике Известны тем Что В их газовых Дисках В нейтральном Водороде Вот здесь Картинка В нейтральном Водороде Часто видны Вот такие вот дыры Вот они вот Беленькие Вот здесь Особенно Выдающиеся Развером Там под килопарсек И больше Это называют Гигантские Сверхоболочки Причем Мне очень было понятно Как они образовались Потому что Когда смотрели Сколько внутри Находится молодых Звезд Сколько там Должно было Взорваться Сверхновых Оказалось Что их энергии Недостаточно Чтобы образовать Такую дыру И предполагали Всякую экзотику Вплоть до того Что там Вот эти вот Субгалы Темной материи Сгустки Делают такие дырки Однако Оказалось Что все нормально Что если мы Аккуратно Измерим И размеры И скорости Газа В этих оболочках И сравним С тем Сколько звезд Находится Не только в центре Но и в краях Оболочек В стенках Мы получим Хорошее согласие То есть Сначала Звездообразование Идет в центре Потом Сверхновые взрываются Разбивают Разпихивают Газ на периферию На периферии Опять у нас В стенках Уплотняется газ И опять включается Звездообразование В плотном газе И вот Уже На БТА Слева Это вот картинка С Хаббла Вот это вот Одно из таких дыр Я уже Заканчиваю Мы можем На БТА Измерить Как себя ведут Лучевые скорости Газа Вот такие вот Сложные профили Эмиссионной линии Показывают о том Что у нас Внутри Вот этой вот Стенках оболочки Тоже есть маленькие Оболочечки Вокруг своих Групп Молодых звезд И групп Сверхновых И в общем-то Зачем уверенно Измерять Сколько Как давно Образовалась Такая оболочка Сколько энергии На это было Потрачено Звездами Сколько энергии Мы видим Ушло Мы видим По ионизованному газу В общем-то Согласие Достаточно хорошее И из такого рода Работа Вот мне очень нравится Тут наша работа С Татьяной Лозинской Классикам нашей Астрофизики Изучающей Много лет Изучающей Остатки сверхновых Это галактика ИС-10 Где Уже давно Была известна Сверхоболочка Ее называли Сверхотрон Сверхоболочка Вот она вот здесь На краю галактики Показана Сама галактика Шестиметрового телескопа И нам удалось показать Что вот эта вся оболочка Ее характеристики В радиодиапазоне Ее характеристики Наблюдаемые В эмиссионных линиях На шестиметровом телескопе Ее Ее скорость расширения Скорость расширения Мы смогли измерить Как раз вот По нашим спектрам Получили там где-то Те же самые Кстати 80 километров И возраст От начала расширения Менее одного миллиона лет Что все это вместе Можно объяснить В предположении Что здесь взорвалась Одна одинокая звезда Ну так называемая Гиперновая Звезда с массой Больше сотни масс Солнца И буквально Как только мы об этом написали Просто исследуя Остаток Вот Этого взрыва Говоря о том Что вот Это нельзя объяснить Тем же Здесь взросло 10 сверхновых Нам нужна одна Но очень массивная Как пришли измерения Масса темного компонента Рентгеновской звезды Которая здесь находится Здесь звезда Вольф Рае И около нее Оказалось Темный компаньон Сверхмассивная Обычная Массивная черная дыра Массы Около 30 Масс Солнца Это до сих пор Рекорд Известных Черных дыр Звездных масс Работа как бы Да Это еще 2008 год Но что интересно Вот сейчас Пошли результаты По наблюдениям Гравитационных волн Сливаются как раз Как вы помните Очень массивные звезды Сливаются там Массы 30-50 Масс Солнца И вот Когда мы обсуждали Эти результаты Помню с коллегами Некоторые говорят Ну как это вообще может быть Не может быть пара звезд Массы 50 Масс звезды Каждая Это противоречит звездной эволюции Вот пожалуйста Вот есть Прямо у нас на небе Пример Того Как говорится Потенциального источника Который потом должен Когда-то в перспективе Взорваться Как источник тех Самых гравитационных волн Которые уже регистрируются Кстати достаточно близко Это в пределах Того же самого Мегапарсека Так что-то Увидим это Но уже В будущем И собственно Заканчивая Я Первый предыдущий человек Уже показывал Именно то направление Следовательное У нас тоже Широко распространено Это изучение Каких-то уникальных Звезд Уникальных объектов В близких галактиках Когда С Петра получен Шестиметровый телескоп Позволяет сказать Что это такое за объект Что это за звезда Найти новые остатки Сверхновых Изучать близкие Взрывающие новые Сверхновые звезды И вот один из этих результатов Это так называемая Массивная голубая переменная Это то что тоже Скажем так Пред-пред-сверхновая Звезда массой Как раз те же самые Сотни масс Солнца И высокой температурой Которая была обнаружена Нашими коллегами Заматом Валеевым Сергей Николаевичем Фабрикой И Ольгой Шолоховой В галактике М-33 Треугольник В общем-то рядом Там таких звезд Шесть штук было известно Седьмую нашли Вот они Ну Сергей Николаевич Тоже вроде должен выступать У вас там на дискуссии Может тоже об этом Еще расскажет И в общем-то Такого рода результатов Достаточно много По близким галактикам Скажем так Звездный астроном У нас тоже много И хорошо работают Вообще-то заканчивая Я просто хочу сказать Что Бута у нас продолжает Оставаться основным Таким российским Аптическим инструментом Для изучения Вегетологических объектов По ряду причин Ну результаты Не очень широко Может быть известны Но о чем-то Мы пишем На сайте обсерватории В разделе новости В своем блоге В ЖЖ Я тоже стараюсь По максимуму Комментировать Свежие результаты С 6-метрового телескопа Более-менее популярно Их излагать Большое спасибо вам Всем за внимание И спасибо моим коллегам И всем тем Четыре поддерживают Работу нашего телескопа Доктор физико-математических наук Алексей Валерьевич Моисеев Пожалуйста Вопросы Подождите Секундочку Я вам подержу Смотрите Просто хотел поинтересоваться Вы сами пробовали Выиграть время На телескопе Хаббла Вот сам пробовал Честно Был грех Более того Я и получил его В конце концов Но первым у нас там идет Человек из Алабама Вот та работа Которую я показывал По Ионизованным глубокам Газа в галактиках С активными ядрами Это у нас такая Совместная работа Примерно Одним и тем же составом Мы просим время на Хаббле Мы просим время на БТА И все это вместе Значит Делаем Но знаете Конкурс на Хаббле Вот в тот момент Когда мы помню С Димой Безяевым Подавали заявку Был что-то типа Один к тринадцати Это вот Кстати на БТА У нас тоже конкурс Один к трем Где-то по времени То есть это к тому Что даже Для скажем так В российской астрономии Наблюдателей у нас Не очень много Ну наблюдателей В смысле тех Кто может поставить Наблюдательную задачу На современном телескопе К сожалению В России таких людей Не много Тем не менее Ну еще парочка Таких телескопов Нужна просто Чтобы удовлететь Их аппетиты Я уже не говорю о том Что к нам В общем-то Ну сейчас Наверное Процентов 10 Времени Выделяется На заявки В том числе Из дальнего зарубежья То есть телескоп Телескоп Ну об этом Я просто говорил В прошлый раз Он Скажем так Он открыт Для Мировой Российской общественности То есть Нет никаких Ограничений О том Кто подает заявку Главное Чтобы она прошла Конкурс То есть У нас подаются Люди из разных стран И в общем-то Если Научная Научная Ее составляющая Соответствует Той аппаратуре Которая Стоит на телескопе Для иностранцев Это немножко сложнее Потому что Им надо доказать Что им нужен Именно БТА А допустим Не Не ТЕК Вот Ну в общем Там есть задачи Где это действительно Так На самом деле Потому что Несмотря на разнообразие Больших телескопов Там разнообразие Аппаратных методик И есть вот ниши Ну Некоторые из них Я здесь показывал Где в общем-то Наш телескоп работает Очень хорошо на уровне Сравнимо Вот там С тем Что можно сделать Там на том же ВЛТ Обязательно быть Ну как Можно быть Любителем И попробовать Выиграть время Вы можете попробовать Что что Вы можете попробовать Понимаете в чем дело Вам нужно Аргументировать заявку Желательно Аргументировать Наличием Профессиональных Научных работ По этой тематике Ну Это действительно Ну вот это не просто Наверное Это возможно Потенциально В частности Вот Даже вот По тем Вот как раз Возвращаясь К тем же самым Значит Газовым облакам У активных ядер Поскольку Эта работа Была связана С волонтерским проектом И там были любители В частности Вот Хани Ваналкер Вот Это была школьная Учительница Молодая девушка Которая открыла Как раз Вот это газовое облако Она Сколько я помню Была с автором Вот Ряда научных работ Потом по этой теме Она такой Продвинутый любитель Астрономии Но Не первым автором Насколько я помню Потенциально Все можно Реально Конечно Это сложно Потому что В общем-то Ну Вам нужно доказать Что у вас Настолько красивая идея И вы Можете ее реализовать Вот Ну Здесь правда Есть множество вариантов Вы можете Как говорится Пообщаться с коллегами В том числе У нашей В обсерватории Они могут Выставить Как говорится Драйвером Скажем так Подтверждающим То что данные Будут обработаны Соответствующим образом Будет получено Как говорится Как это будет выглядеть Потом уже В совместной работе Это уже Ваше право Потенциально открыты Хабы кстати Тоже открыты Это вот Меня тоже часто спрашивают Потому что Есть телескопы У которых Тот или иной Национальный статус Частный статус Типа Валерий Валерий Алексей Валерьевич Спасибо за интересную встречу Спасибо вам Народ я вижу Подустал Все таки Обед уже скоро Я приглашаю к микрофону Доктор физико-математических наук Ведущий научный сотрудник ИНОСАН Почетный создатель космической техники Александр Викторович Багров Метеорная астрономия Метеорная астрономия Спасибо.